Анализируя ситуацию, которая сложилась в обществе вообще и в отношениях в частности, я прихожу к выводу, что одной из главных причин является так называемое женское воспитание. Если вы со мной не согласны, то просто посмотрите, каков процент женщин в образовательных учреждениях различного уровня, начиная от ясли детских садов, заканчивая институтами и университетами. Про школу и говорить не приходится. Как правило, из мужчин там были только преподаватель физкультуры и преподаватель труда, ну там, где этот предмет еще остался. Сейчас, возможно, добавился преподаватель информатики, то только потому, что женщины не могут разобраться с компьютерами и с локальными сетями. А в чем же заключается то самое пресловутое женское воспитание? Способны ли женщины из мальчика вырастить мужчину? А я вам скажу, в чем оно заключается. Для женщины самое главное, чтобы ученики не создавали ей проблем, чтобы они были послушные и управляемые. И если ситуация, когда женщины составляют большую часть педагогического состава была еще как-то объяснима в послевоенные годы, когда действительно погибло очень много мужчин и некем их было заменить, то то, что происходит сейчас, заставляет задуматься. Когда сталкиваешься с чем-то труднообъяснимым с точки зрения здравого смысла и логики, то возникает мысль о том, что тот, кто это делает, либо дурак, либо в доле. Основная задача любого государства – это контроль и управление селением на подведомственных ему территориях. Возможно, кто-то из тех, кто меня сейчас смотрит, помнит 90-е годы, весь этот якобы разгул преступности, тезофилии криминала и так далее. Так откуда же взялось такое количество преступников в 90-е? Их что, с Марса прислали? Да нет, конечно. Конечно, это те же самые люди, которые жили с вами на одной улице, с которыми выходили в одну и ту же школу, которых знали с детства, но почему-то раньше с этой стороны они себя не проявляли. Так что же изменилось? А изменилось то, что в 90-е на какое-то время ослаб контроль государства, и люди стали себя вести так, как они на это способны. Так вот, мне кажется, что такое большое количество женщин во всех сферах воспитания и образования – это государственная политика. Государству нужно воспитывать послушных и управляемых граждан, и кто, как не женщины, могут лучше всего с этим справиться. К этому своему ролику я прикладываю одно небольшое видео, по-моему, кадры из какого-то фильма, которые как нельзя лучше демонстрируют, а что же из себя представляет женское воспитание. Я его даже комментировать не буду. Вы все увидите сами, и, по-моему, оно говорит само за себя. Есть четыре способа получить много денег. Четыре, и все. Первый. Унаследовать их. С этим тебе не повезло. Второй. Украсть их. Но у тебя, дружок, нет ни терпения, ни сил, ни интеллекта, чтобы украсть что-то существенное и сохранить это. Третий. Работать очень и очень усердно. Ясно? А четвертый способ? Сосать член так, будто в нем ключи от машины. Я и думал. Именно это я и полагал. Продолжение следует.